Самый главный вопрос, естественно, выборы. В Молдове выборы, ну, не то чтобы самый главный, но один из ведущих вопросов, это выборы уже меньше, чем через месяц. И, в общем, нам надо беспокоиться или все в порядке, все идет по плану, результаты предрешены и нынешний президент будет избран еще на один срок. — Небольшое уточнение. 20 октября должен состояться не только первый тур президентских выборов, но и референдум. — Да, это у меня был следующий вопрос. — Да, конституционный референдум. И если бы не гибридная война со стороны Российской Федерации, которая становится все более разнузданной, агрессивной, то, конечно, не было бы никаких оснований беспокоиться как за исход референдума, так и за исход выборов. Но сейчас, с одной стороны, мы видим социологические опросы, которые реализованы на правом берегу Днестра без учета диаспоры. Они дают спокойный, уверенный результат для референдума, и у Майя Сандо практически нет конкурентов. Сегодня практически, по-моему, подведена черта, и мы имеем 11 кандидатов на должность президента, глядя на большинство фамилий, просто-напросто отороп берет. Но это уже, так сказать, детали. У Майя Сандо реально нет конкурентов, и вся эта компания, за которыми стоит, будь то Кремль в лице Шора, будь то другие там одиозные личности, в том числе и преснопамятный Плохотнюк, для них задача скоординированно атаковать Майю Сандо, то есть не выиграть выборы, а именно атаковать Майю Сандо. Но это мы говорим про тот сценарий, когда Кремль ограничится только, так сказать, вот этими попытками снизить результаты референдума и не дать Майю Сандо победить в первом туре. Конечно, когда смотришь, например, на сайт СБУ, службы безопасности Украины, и мы видим, что 23 сентября в Одессе была нейтрализована группировка, которая должна была захватить власть в городе в случае успешного продвижения путинской орды, то мы понимаем, что Кремль не играет в белых перчатках, и, конечно, наши государственные структуры, наши партнеры делают все для того, чтобы обеспечить политическую стабильность и условия для нормального проведения референдума и выборов. Но, конечно, мы понимаем, что здесь надо быть бдительными и держать ухо востров. То есть, все-таки какая-то консолидация врагов, оппонентов, с вашей точки зрения, возможна для того, чтобы не допустить победы Майю Сандо в первом туре? Или это маловероятно? Мы видим на протяжении уже достаточно длительного времени, как на граждан Молдовы обрушиваются волны лжи. Конечно, главным генератором является Кремль, небезызвестная Маша Захарова. Они сами запускают слухи, например, что F-16 замечены где-то там. Потом Маша Захарова появляется и грозно машет пальчиком, что не дай бог бы F-16 предназначен для Украины разместить и в Маркулештах. Это будет означать вовлечение Молдовы в вооруженный конфликт. И сразу путинская вся эта комарилья подхватывает истерически, что Майя Сандо ведет Молдову к войне. То есть, эти волны лжи обрушиваются на граждан Молдовы с целью спровоцировать страх, чтобы превратить нас в стадо, дезориентированное. И таким образом снизить результаты референдума и работать против Майя Сандо. У Майя Сандо, к сожалению, нет конкурентов, скажем так, которые были бы на приблизительно той же, условно говоря, проевропейской платформе. Остальные все там, и Рената Усатый, который в 2014 году заключал договор с Жириновским, признанно памятным. И не хочу там перечислять другие фамилии, я говорю, просто оттороп берет. Это какой-то театр абсурда. И, конечно, так называемая избирательная кампания будет вся... С их стороны это будут совершенно такие подлые циничные атаки против Майя Сандо. Но, с другой стороны, если вспомнить 15 ноября 2020 года, когда состоялся второй тур президентских выборов, за Майю Сандо проголосовало 943 тысячи 6 избирателей. Конечно, этот результат практически невозможно повторить, потому что с тех пор целая стая черных лебедей обрушилась на Молдову от шантажа Газпрома, ковид, гиперинфляция, война в Украине. Но, я повторяю, в нормальных условиях Майя Сандо выигрывает спокойно и референдум дает достаточно убедительный результат. Поэтому, если исключить, скажем так, силовые сценарии со стороны Кремля, то я относительно спокоен и за результат референдума, и за результат президентских выборов. Главное, это консолидация общества, консолидация тех граждан, которые понимают, что скрывается за этими грязными и подлыми атаками, и понимают важность участия граждан Молдовы как в референдуме, так и в президентских выборах. Как вы оцениваете прогнозы и каковы ваши прогнозы относительно парламентских выборов? Ну, по крайней мере, можно ли повторить тот результат, когда парламент будет все-таки двигаться в одном направлении с президентом? Или ситуация будет, что часто бывает в демократических странах, когда президент – один вектор, а парламент все-таки представляет собой некоторую оппозицию? Я думаю, что не следует забегать вперед. По той простой причине, что еще совершенно непонятно, как будет выглядеть политический спектр после президентских выборов и после референдума. Что я имею в виду? Я имею в виду, что некоторые наши сограждане, в том числе так называемые коллеги из парламента, ведут себя так разнузданно, так агрессивно, так откровенно атакуют государственность Республики Молдова, так откровенно халуйствуют перед Кремлем, что я думаю, что нам нужно будет принимать какие-то меры для очистки политического спектра от такого рода политиков, в кавычках. Конечно, я говорю ужасные, может быть, непопулярные меры, но речь идет о том, что оппозиция приветствуется в любом демократическом государстве, но пятая колонна, которая исполняет заказ по уничтожению государства, это совсем другое. И поэтому нам нужно будет разбираться и с теми уголовными делами, которые лежат в молдавских судах, где так называемые лидеры оппозиции обвиняются в незаконном финансировании политической деятельности. И в призывах к войне, насколько я знаю, прокуратура возбудила какие-то уголовные дела без указания имен. Просто нужно приводить людей в чувство и понимать, что плюрализм мнений и свобода на изложение личного мнения это свято, но работа на Кремль по уничтожению государства это совсем другое. Это сложный вопрос. Я многократно говорил, что это очень тонкая черта между фундаментальными правами и свободами и борьбой с путинской агентурой, но я не хотел бы забегать на 2025 год. Совершенно понятно, что если исключить такие силовые сценарии со стороны Кремля во время референдума и президентских выборов, то, скорее всего, можно предположить, что Кремль делает ставку на парламентские выборы. И вот это участие с этими одиозными кандидатами, которые зарегистрировались, скорее всего, для них это будут президентские выборы, будут с матринами, в кого инвестировать, на кого ставить в перспективе парламентских выборов. Поэтому у меня есть еще такая робкая надежда, что и на линии фронта произойдут позитивные для Украины, для Молдовы, для всего демократического мира положительные изменения. Это тоже будет фактором психологическим, политическим, в пользу сохранения проевропейского парламентского большинства после парламентских выборов 2025 года. Что Вы думаете о перспективах вот этих двух анклавов, которые в теле Молдовы, значит, это Гагаузия и Приднестровье? Каковы перспективы? Потому что, ну, что касается Гагаузии, совсем недавно, значит, вот эта дама, которая представляла Гагаузию в Москве, значит, она там, значит, высказывала откровенно антимолдовские заявления, ну, и с Приднестровьем тоже. Что, какая перспектива все-таки инкорпорирования этих анклавов в нормальное, в нормальное цивилизованное тело, тело Молдовы? А если мы начнем с Гагаузской автономии, то я не случайно упомянул, что за Майю Санду 15 ноября 2020 года проголосовало 943 тысячи избирателей. В Гагаузской автономии на выборы выходят 50-60 тысяч избирателей. Как Вы понимаете, это не слишком большой процент от общего числа избирателей Республики Молдова. Другое дело, что мне прискорбно говорить об этом, Гагаузская автономия, по крайней мере, ее руководство куплено Илоном Шором и обслуживает интересы Кремля. Поэтому Вы упомянули эту даму, она была на каком-то евразийском форуме очередном, и там, опять же, выражала озабоченность моей идентичностью и тем, что засилье ЛГБТ идет со стороны Евросоюза. Тупые, примитивные страшилки, рассчитанные, не будем говорить на кого, но на не слишком образованных людей. Да, хотя мы знаем целую плеяду юристов, типа там, Медведева, Путина, то есть формально вроде бы образованных. И когда мы говорим про Гагаузскую автономию, то мы судим в основном по наиболее шумным таким провокаторам из этой Гагаузской автономии. Но в то же время правительство Республики Молдова спокойно и методично работает с примарами, как это по-русски, не знаю, мэрами населенных пунктов из Гагаузской автономии, которые, в отличие от крикунов из Народного Собрания, они чувствуют ответственность перед избирателями и должны решать конкретные проблемы на основе конкретных проектов в партнерстве с правительством Республики Молдова. Наше Министерство образования наконец-то принялось реализовывать программы по улучшению преподавания румынского языка. И мы видим, что в Гагаузской автономии растет число родителей, которые хотят отдать своих детей в школы с преподаванием румынского языка, даже за это семьи, в которых говорят на русском или на Гагаузском языке. То есть процессы в Гагаузской автономии неоднозначны и определяются не только этими крикливыми провокаторами и очень прискорбно, когда наблюдаешь за тем, что происходит в автономии и главное объяснение, кто за сколько продался. То есть поэтому если есть там люди, которые продались, большой вопрос, захотят ли они стать пушечным мясом, потому что худо-бедно в республике Молдова есть законодательство, есть структуры и они понимают, там, например, несколько раз они замахивались проводить съезд депутатов всех уровней так называемых с какими-то грозными намеками, но весь пар ушел в гудок и даже гудка не было особенно громкого, потому что они понимают, что можно получить по полной в соответствии со статьей уголовного кодекса. Поэтому я не стал бы преувеличивать значимость ГГУской автономии, это неприятно, конечно, что эта автономия куплена Илоном Шором, но там идут процессы, которые, я надеюсь, в конечном итоге приведут к оздоровлению ситуации. Повторяю, большинство наших сограждан из ГГУской автономии вовсе не рады перспективы стать пушечным мясом для реализации путинских провокаций. Хотя ситуация сложная. Некоторые местные комментаторы утверждают, что Шор сумел создать там сеть из порядка 30 тысяч человек. Ну, поживем, увидим. Что до Приднестровья, то я здесь, как ни странно, более спокоен, потому что реальные хозяева Приднестровья это компания Шериф, которая есть что терять, которая имеет собственность и бизнес в Европе, которая не хочет попадать под санкции. И мы видим, что этот местный режим, он, конечно, продолжает поддерживать эту риторику стандартную, но когда завод молд-изолит полностью закрылся, это говорит о том, что молдавское правительство закрыло экспорт продукции этого предприятия по той простой причине, что у него были многочисленные контракты с предприятиями из этого, которые обслуживают оборонный комплекс Российской Федерации. То есть Приднестровье на сто процентов зависит от воли Кишинева. Сейчас нервозности добавляет тот факт, что в конце 2024 года должен был бы прекратиться транзит российского газа, который поступает в Приднестровье бесплатно, но там вроде бы прорисовываются какие-то варианты. Мы тоже не заинтересованы те на правом берегу в социально-экономическом коллапсе этого режима, потому что его содержание это прекращение подачи бесплатного газа потребовало бы компенсации около 150 миллионов евро как минимум в ситуации, когда Молдова осталась бы без электроэнергии по предсказуемым ценам. Поэтому я не склонен считать, что Приднестровье представляет из себя реальную опасность. По той простой причине повторяю, что и реальные хозяева это бизнесмены, которые не хотят терять то, что имеют. Конечно, в Приднестровье есть и силовая компонента, которая напрямую идентифицируется с Россией. Это нельзя игнорировать. Но я многократно повторял, когда путинский Блицкрик провалился, на левом берегу резко уменьшилось число патриотов в кавычках и вовсе не наблюдается индивидуумы, которые готовы сражаться и умирать за Путина. Я почему задал этот вопрос именно сейчас, потому что я планировал и планирую сейчас перейти к вопросу о результатах референдума. Я очень надеюсь, что результаты референдума о вступлении в Евросоюз будут правильными, положительными, ну, скажем так, даже нормальными, не то, что прогрессивными, а просто нормальными, потому что, конечно, место Молдовы точно в Евросоюзе, а нигде в другом месте, даже географически, исторически, во всех отношениях. Но вот вопрос, как вы рассматриваете перспективы дальнейшего движения Молдовы в Евросоюз с учетом того, что вот есть такие два анклава Приднестровья, где находятся все-таки какие-то инородные достаточно вооруженные вооруженные силы, и есть Гагаузия, которая тоже, так сказать, ну, такой, скажем, анклав, политическое руководство, которого явно настроено не проевропейский. Может ли это создать проблему в переговорном процессе в дальнейшем? Первый ответ категоричный нет. По той простой причине, что Молдова унитарное государство и центральная власть представляет страну, и когда мы говорим о переговорах по вступлению Республики Молдовы в Европейский Союз, это предусматривает реализацию целого пакета реформ внутренних, которые будут распространяться и на ГГУской автономии безоговорочно. Об этом даже не стоит упоминать. Если говорить о левом береге Днестра, то здесь ситуация более сложная. Европейская бюрократия радикально изменила свое отношение к Республике Молдова и к перспективе вступления Республики Молдова в Евросоюз как после 24 февраля 2022 года, так и после того, как наше общество продемонстрировало свою европейскость в проблеме украинских беженцев и после избрания Майя Санду президентом и правящей проевропейской партии. И сейчас мы исходим из того, что 1 июня 2023 года было сказано, что Молдова может вступить в Евросоюз и без формального решения Приднестровского конфликта. Что такое Приднестровье? Это узкая полоска земли, зажатая между Украиной и остальной территорией Республики Молдова. С севера на юг 202 километра, если мне не изменяет память, и площадью 3700 квадратных километров с населением там 350 где-то тысяч человек, то есть меньше половины Кишинева. Абсолютное большинство жителей Левого берега имеет молдавское гражданство. Другое дело, что они находятся под контролем этого авторитарного, точнее бандитского режима и их мнение никто не учитывает. Если говорить о вооруженном потенциале Приднестровья, то здесь ситуация тоже неоднозначная, потому что в 93-м году Украина и Россия подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, и Россия могла на основании того соглашения через территорию Украины транспортировать технику, вооружение военнослужащих в Приднестровье и обратно. После Крыма, аннексии Крыма, в 2015-м году Украина расторгла это соглашение, и теперь Кишиневский аэропорт это единственная связующая точка между этим анклавом и матушкой России. И, соответственно, начала резко меняться ситуация в самом Приднестровье. В этой оперативной группе российских войск, я уже многократно говорил, более 70% это жители Левого берега, многие из которых ни разу не были в России, просто получили российские паспорта и пошли работать по контракту ради зарплаты, униформы и социального пакета, но не для того, чтобы умирать за Путина. И моральный дух там далеко не такой, как хотел бы представить Красносельский или как может мечтать некто Путин. По крайней мере, есть конкретные факты, когда после 24 февраля 2022 года некоторые эти вояки расторгли контракт и убежали на правый берег Днестрата. Да. И поэтому я считаю, стою на той же позиции, что до тех пор, пока путинский режим завязан на линии фронта и путинский блицкрик провалился. Приднестровье это относительно контролируемый регион в том смысле, что больших осложнений с их стороны можно не ожидать. Конечно, Украину нервирует присутствие этих российских войск на территории Молдовы и насколько мы знаем или слышали, что Украина вынуждена держать некоторые воинские подразделения в регионе. Но я повторяю, я не из того, что я знаю и понимаю, в том числе исходя из моего личного общения с людьми с левого берега, Приднестровье это не главная опасность сегодня и перспектива европейской интеграции это будет означать всего лишь, что этот регион будет последовательно интегрироваться в социально-экономическое информационно-юридическое пространство Республики Молдова. Это сложный процесс, особенно если смотрим на то, как происходил процесс объединения двух Германий. Но я считаю, что это процесс необратимый. Хотя, конечно, в качестве представителя правящей партии я осознаю, что мы недостаточно делаем для диалога с жителями Левого берега Днестра. Я, например, встречался с некоторыми нашими согражданами с Левого берега, они на нас обижены и говорят, а почему вы нам не объясняете тем с Левого берега, что для нас означает европейская перспектива? Потому что есть очень много сложных юридических вопросов. Вот, например, на Левом берегу не была произведена приватизация земли аграрного назначения. На правом берегу этот процесс со всеми сложностями, но прошел. Возникает вопрос, что будет с правом собственности на землю после объединения Молдов? То есть, это сложный вопрос, он не имеет, это не то, что закон иллюстрации принять, который достаточно прост по принципиальному своему содержанию. Поэтому мы не идеальны по отношению к проблемам Приднестровья, но на Левом берегу прекрасно осознают свою зависимость от Республики Молдова, потому что только от Республики Молдова зависят все экспортно-импортные операции в этот регион. Просто никто сейчас не нуждается в радикальных каких-то шагах, которые вдобавок могут спровоцировать еще социально-экономический коллапс этого режима и нам придется брать ответственность за ситуацию на Левом берегу Днестра, к чему мы откровенно говоря не готовы ни с финансовой, ни с юридической точки зрения. Поэтому этот статус-кво будет сохраняться не всирая на всю демагогию, будь то из Тирасполя, будь то из Кремля. Актеры играют свои роли, но суть такова, что Приднестровью деваться некуда в перспективе европейской интеграции. Господин Анатолий, я хотел бы, чтобы вы завершили наш разговор ответами на те вопросы, которые мы еще не обсудили с вами, которые вы считаете важными, но среди прочих я хотел бы вас попросить сделать прогноз. Когда вы считаете все-таки реально Молдова станет членом Евросоюза? Я считаю, что президент страны Майя Санду это очень ответственный человек, насколько я ее знаю, где-то с 2015 года или даже раньше. И когда она говорит о том, что у Молдовы есть шанс до 2030 года стать страной-членом Евросоюза, этот соответствует действительности. Другое дело, что мы живем с вами в сложном противоречивом мире, мы видим какие процессы проходят в некоторых странах Евросоюза, в той же Германии, в той же Франции. И вот эта открытость Евросоюза, которая по отношению к Молдове, которая наблюдается сегодня, ее важно сохранить и важно после этого референдума перейти к очень конкретной практической работе по этим переговорным пакетом, так сказать, с тем, чтобы мы действительно продемонстрировали Евросоюзу свою готовность имплементировать эти реформы. И при соблюдении этих условий я считаю, что 2030 год это реалистичный срок для Республики Молдовы. Редактор субтитров